Будинок по Нижней Покровской 33 палачане ведают, как домик Петра I. И он, сбудованный на приконце 17-го ста годзя, и является самой старожитной гражданской побудовой, которая заховалась в Полоцку. Колись тут местилась детская библиотека имя Толстого, а в 1998 году чинился музей, который с 2012 года распочал работу в формате стационарной выставы «Прагулка по Нижней Покровской». В нашем музее каждый ожидает, что может познакомиться с историей улицы Нижней Покровской. Доведаться про тех людей, которые жили на этой улице, про те побудовы, установы, что находились тут в начале минулого ста годзя. Экспозиция была створена на подставе путеводителя по городу Полоцку, надракованного в 1910 году с нагода перенесения моща у Евросини Полоцка из Киева. Выдание смешало интересную для гостей города информацию. Сама назва в улице Нижней Покровской появилась после 1781 года, когда в конце былой улицы Великой была побудована Покровская церковь. На жаль, церковь сгорела, однако все ж таки Полычанам удалось ее одновить 12 лет тому назад, и в худшем часе улица Нижней Покровская вернула свою былую назву, потому что в советский период она носила имя Ленина. Музей-1 в Беларуси присвященный истории одной улицы у певный адресок часу. Тут представлены умовные интерьеры установ, которые находились на Нижней Покровской в начале 20-го года. Некоторые из дома, кстати, заховались и до сенья. Наведывальников с устрока и гостевня городского главы Миколая Ласковича. Наступный припинок – Полоцкая женочая гимназия. Довольно интересные экспонаты представлены у нас. Фотокопия гимназисток с некоторыми и некоторыми выкладчиками. Фотокопия, например, была передана свояками былою выкладчицей французской мовы, Викторина Резио, якая уже после закрытия гимназии вернулася в Францию. Гуляючи по исторической Нижней Покровской, мы трапляем у Громадский банк, универсальную гандлевую лавку Берки Минца, заезжий дом Давида Орлеевского. До речи, у этой экспозиции трехъярусный буфет, який належал Миновита Орлеевскому. Мебля была выраблена в конце 19-го, начале 20-го года. До речи, остатние предметы мебля так само стародавние, и они находились в фондах Национального Полоцкого Хисторико-культурного музея-заповедника. А пошли припынок аптека Боярен Блюма. Так званая аптека под Орлом. Справа в том, что над уходом аптеку красавался двуголовый Орол, как на гербе Российской империи. А такие символы вывешывались над вольными аптеками, молодальникам яких держава выдала провелевость на открытие этих установ. У планах музейщиков створение экспозиции у подвальных помешканьях, вельми атмосферных. А кроме оглядных экскурсий, у музея проводится музейно-педагогичная занятка для школьников. Тут працюет система QR-кодов, отсканывавши, якие наведывальники могут доведаться информацию про предметы на белорусской, русской и английской мовах. Так само тут можно замовить фотосессию. Музей-прогулка по Нижней Покровской працюет что дня, а кроме понеделка с 10 ранницы до 5 вечера. Кошта во ходу для дорослых 15 тысяч рублей, для школьников и студентов 8 тысяч.